Даша, верни нам, пожалуйста, паспорта. Мы сделали все, что могли. Чем больше соли, тем больше счастья. Знаете такое? У меня ЕГЭ в этом году. Ну раз работает, значит не трогай. Это очень по-научному. Недавно мы отправились в командировку в Казань на Международный фестиваль детских и юношеских СМИ в узкие встречи 33. Было круто. Мы получили классный опыт, эмоции и, что главное, приз в номинации – журналистика новых достижений. Ну что, смотрим сюжет? Доброго утра. Ну что, поработаем? Так, я сейчас буду лапать тебя жирными руками. Ну ладно, я пошутил. Ямао-кликовцы отправились в свою первую и, надеюсь, не последнюю, командировку. Дорога была длинной – 12 часов в пути. Программа фестиваля насыщенная. На мастер-классах не только теория, но и практика. Мы учились доверять друг другу и чувствовать границы незнакомых нам людей. Посидели на сцене, полежали на сцене, постояли на сцене. Получили разбор полетов и даже поймали звезду. Ну что ж, расскажите, как избавиться от слов-паразитов? Ну как-как. Раз и избавляйся. Ну что ж, какой вопрос, такой ответ. Однозначно. Надо начинать читать в день, хотя бы по 5-10 минут, вслух. Стесняешься – читай сам для себя. Мама моя говорила, у кого ума не хватает, тот руками добавляет. Я только так и говорю. А еще мы узнали тайну. В этом месте, куда съезжается талантливая молодежь со всей России, есть аномалия. Вход в каждый корпус – это портал в прошлое. Есть интернет? Нет интернета. Есть интернет? Нет интернета. Есть интернет? Нет интернета. На самом деле, это прикольно – побыть вне зоны доступа. Поменять гаджеты на живое общение, тем более есть с кем общаться и о чем. Я могу сказать про то, что мы сейчас находимся в космическом лагере «Восток». В нашем городе Энгельс неподалеку приземлился первый космонавт Юрий Гагарин. Им фамилия? Юрий Алексеевич, это все знают. Моя, Егор Криушин. А почему в Рязани пироги с глазами? Грибы с глазами. Мне сейчас сказали, что в Рязани не пироги с глазами, а грибы с глазами. Правда? Да. Ты прямо их видела? Мы их едим, а они глядят. Честно, я сама не знаю, что есть такая посовица. И все. Что можно найти в находке? Ой, знаете, там очень много разных вещей. И вот недавно построили, например, статуя Болтина. Знаете Болтина? Нет, это кто? Это открыватель находки. Как называются жители Владивостока? Владивостокцы. Владивостокцы? Какие Владивостокцы? Друзья. Владивостокчане. Нет, нет, нет. Понятия. Мы просто называем их ребята по имени. Находкинцы или находчане? Находкинцы. 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 Давайте, давайте. Люди по имени. Находкинцы. Находкинцы. Находчане. Находкинцы. Находинцы. Находинцы. Находкинцы. Звучит, как название для сериала. Сколько литров компота мы выпиваем за день? 105 литров. А сколько вы просыпаетесь? 5 часов утра. Впечатляет. Спасибо. Вот. Ну и мы тоже продуктивно поработали. Можно начинать? Даша, верни нам, пожалуйста, паспорта. Мы сделали все, что могли. Мы обещали, мы сделали. Мы подготовили сюжет про один из самых вкусных и ярких дней из жизни Нового Уренгоя. Про национальные подворья и колоритных горожанах расскажем прямо сейчас. Ежегодный праздник национального подворья развернулся в Новом Уренгое. Здесь можно познакомиться с традициями, культурой и кухней разных народов. Миш? А? А я уже знакомлюсь с местной кухней. Выглядит аппетитно. Хочешь попробовать? Давай. Да. Ну а мы в грузинском подворье. Грузины очень гостеприимный народ. И в Грузии есть традиция, что гость – это от Бога. И даже если враг пришел в гости, его надо принимать как положено. Пока он у тебя в гостях, его надо обхаживать. Очень уважительное отношение вообще к Грузии, к женщине, к матерью. Да, это очень важно в самом деле. И каждый грузин чтит эту традицию. Гостеприимство грузинам и вправду не занимать. И голодными от них уйти невозможно. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. А у вас есть борцыки, бёрики? Нету. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть борцыки? Конечно, есть борцыки. А бёрики? Бёрики едут к нам немного попозже, но они будут. И бурятские вузы тоже будут. Давайте попробуем борцыки. Давайте. Как вам наоборот? Классно. Классно? Да. На что похоже? Чебуреки. Нет, не чебуреки. Хворост, да. Вот эта вот сладкая классная. У вас хворост немножко тоньше, да? У нас пышное тесто, жареное. Я знаю, что вы здесь впервые. Как вам в Дом Мурингуэ? Замечательно. Пользуясь лучшим, поздравляю всех горожан с Днём города. Нам очень приятно, что нас пригласили. Тепло встретили. Прям очень тепло. Город такой замечательный. Калмыкии и буряты своих гостей тоже встречают очень тепло. Чаем и подарком. Длинный шелковый шарф называется «Хадак». Это символ мира, добрых намерений и пожелания счастья. Угощают новорингойцев выпечкой, бузами и берегами. Ну, традиционно очень ярко, очень красиво и очень дружелюбно. Поэтому праздник, он только начинается, но я чувствую, что это затянется. А какая у вас любимая часть? Это знакомство с традициями, угощение или концерты? Нет, любимая часть – это общение с людьми. Поэтому они все разные, но это, наверное, ключевое. Какая у вас любимая кухня? Любимая кухня какая? Татарская. А что вы успели сегодня попробовать? А вот калмыцкой манты, оленину нашу ямальскую, приготовленную. Вот пока авто еще, пока вы мне не даете дальше идти пробовать. Мы отпустили главу и, конечно, тоже пошли дегустировать. Из чего состоит традиционный русский каравай? Каравай, конечно, из пшеничной муки. Посмотрите, какая красивая у нас. Густовный, вкусный каравай. Можно вот соль обязательно макнуть. Давайте. Чем больше соли, тем больше счастья. Знаете такое? У меня ЕГЭ в этом году. Льется чай в стаканы, льется музыка, не заканчиваются угощения и не смолкают песни. А что это за инструмент и можете ли вы на нем сыграть? Да, этот инструмент называется «Дечик-пондер». Сыграть я для вас сыграю. И заранее всех жителей города Нового Льва поздравляю с днем города. Светет город новый, Уринка счастья дарит все люди нам, брату, Пожаловать на чеченские погоды. Площадь в парке превратилась на этот день в главную сцену. Концерт получился такой же яркий, как национальные костюмы участников фестиваля. Поклонников активного отдыха в этот день тоже не обделили вниманием. Спортивные состязания для всех желающих. Борьба на поясах национальная, перетягивание каната, армрестлинг и поднятие гири. Все могут поучаствовать, желающие, не имея какого-то даже спортивного разряда. Пошли, я тебя уделаю в армрестлинге. Я победила. Ну, вообще-то я тебе просто поддался. Знаете, у вас такая необычная палатка, можете немного рассказать о ней? Смотрите, это не палатка, на самом деле это юрта. Крыжская юрта называется Бозвью, это дом кыргийский. Она сделана из натурального войлока. Это флаг, там называется тюндук, она открывается, дверь, она делается вот так, она закрывается. Вы его когда собираете, на мой взгляд, вот так собрали и наверх подняли. Заходим? Смотрите, она все натуральное. Дерево, она все сделана, вот даже, видите, без одного гвоздей. Видите? Она с кожей плетется, все она. И внутри это камыш. Национальные блюда, бешпарма, плов, манты, баурсах и остальные там, ну, на ком-то. Угощайтесь. Итальянцы, говорят, сверху, чуть-чуть насыпали, говорят, и назвали, говорят, пиццу, да? Русские картошку положили внутрь теста, назвали пирожками. К киргизе мы только воздух добавили и назвали баурсахом. Все увиденное не уместить в один сюжет. Если вы там были, то непременно с нами согласитесь. Если не были, то в следующем году это нужно исправить. Фестиваль национальной подборья стал доброй новоуренгойской традицией. А еще это возможность совершить путешествие по необъятной России за один день, не выезжая из города. На Ямале все национальности мы все друг друга уважаем, все друг друга ценим, все с друг другом общаемся и мы понимаем, что мы все новоуренгойцы, мы все ямальцы, мы все едины. Велена Смирнова, Михаил Мечев, Ямалклик. Специально для информационного агентства «Импульс Севера». Чтобы стать профи, нужно найти свою траекторию развития. Дело это непростое, но очень интересное. Этим занялись новоуренгойские школьники на открытом общеобразовательном форуме. Подробности в моем сюжете. Новоуренгойская молодежь развивается вместе. Мы творим, побеждаем и, конечно же, учимся. Всем привет! С вами «Импульс Класс» и мы на открытом образовательном форуме. Приятного просмотра! Раньше форумом называли «Площадь в Древнем Риме», где сосредотачивалась общественная жизнь города. Но и здесь далеко от традиций не ушли. Образовательный форум стал точкой притяжения детей, педагогов и, главное, единомышленников. Остается только сделать правильный выбор, потому что вариантов будет более чем достаточно. Но об этом я расскажу чуть позже. А пока... Сегодня на форуме собрались современные талантливые целеустремленные спортивные активные педагоги-школьники нового Уренгоя. Я от души поздравляю вас со стартом такого мощного образовательного форума, который стал уже доброй традицией для системы образования. Ведь что такое школьная пора? Это счастливое проживание жизни. Побывал я, конечно, везде. Более тысячи талантливых ребят из 17 школ города смогли показать свои достижения и даже попробовали научить всех желающих своему делу. Траектория интеллекта показала чудеса технологической мысли. Интересы позволили проверить на себе новые увлечения. А лидерство помогло разобраться, как работает живая коммуникация. Хотя общаться у ребят и так получается отлично. Сын спрашивает отца программиста. Папа, почему солнце восходит и уходит? Отец его спрашивает. Ты проверял, работает? Сын говорит, работает. Ну, раз работает, значит, не трогай. Это очень по-научному. Так, показываем просто работу в VR-очках. Я представляю IT-школу Samsung разработка игр на Java. Мы делаем акцент на краеведение, говорим о коренных народах с севера. Дети здесь делают игры, какие-то базовые приложения для ваших телефонов. Развлекаю людей, вот, да. Есть ли другие животные в этой школе? Пока я единственный. У нас некоторые в запасе сидят. Кто-то из участников форума даже определил траекторию своей будущей профессии. Отдельно от остальных гордо расположились корпоративные классы города. Эти ребята уже определились с профессией и углубленно идут к цели в 10-х и 11-х классах. Среди них я заметил и наш импульс-класс. Может, хотя бы сейчас я узнаю, что ждет меня на пути к журналистике. Это секретная информация. На самом деле у нас очень круто. Мы берем интервью различных блогеров, монтируем, снимаем, озвучиваем различные сюжеты и, в принципе, каждый сегодня вдохновлялся по-своему. Похоже, мне и как всем участникам предстоит еще многому научиться. Но это даже здорово, когда рядом столько единомышленников. Илья Постников, Виктор Ятленко, Ямал Клик. Специально для информационного агентства Импульс Севера. Не знаю, как у вас, но у меня день горды прошел отлично. Побывала на выставке художников трех поколений. Лучше это увидеть, чем раз услышать. Смотрим. Всем привет! Это Ямал Клик и новый учебный год. Нам одна пчелка в редакцию нажижала, что в день города можно не только круто отдохнуть, но и культурно обогатиться. Например, на одной интересной благотворительной выставке. Проверим, так ли это? Будьте осторожны, ожидается много красоты. выставка трех поколений концепция. Отпечаток вот этого учителя, его наставлений сказывается на каждом из нас на протяжении всей его жизни. Особенно это касается профессии художника, потому что все его ценности, ценности твоего наставника оставляют отпечаток на всей твоей будущей жизни, как это случилось у меня. какие-то вечные ценности, нравственность, духовность, эстетика, моральные ценности это такие вечные темы, которые мы обязательно должны в детях развивать. Тень от платка это карта Ямала, наверное, многие уже заметили, вот эта вот обская губа, новую ритву находится где-то здесь. Я лично стала художником, потому что хочу нарисовать свои эмоции, нарисовать, что я вижу и запечатлите это. Красота страшная сила, особенно когда передается от учителя к ученику. Выставка продлится до 23 сентября. Успейте насладиться красотой вместе с Улием. А я полетела. Пока. С праздником Новоуренгой! Редактор субтитров Корректор betм radio Walker Корректор Субтитры создавал DimaTorzok